Дмитрий Волошин провел еженедельное совещание в администрации Химок. По традиции обсуждения начали с обращений граждан. За предыдущую неделю зафиксировали почти 1300 запросов. 500 из них через портал Добродел. Остальные поступали на горячую линию администрации и в социальные сети. По популярности у жителей округа лидировала тема платы за коммунальные услуги. Часто звучали вопросы и о содержании городских территорий, их уборке и подготовке к зиме. На повестку дня вынесли также вопрос пожарной безопасности в многоквартирных домах. 9 октября в одной из квартир в доме номер 7 по улице Калинина произошло возгорание. При тушении выяснилось, что дежурный пожарный кран в подъезде не работает. И это было не единственное нарушение, которое допустила управляющая компания. пожарная, то возможно были бы жертвы в этой квартире. И пока жертв нет, управляющие компании, как говорится, чувствуют себя вольготно. Но мы же не будем до этого доводить, когда случилась беда. Поэтому я прошу Александра Эдуардовича Прокопенко провести проверку всех управляющих компаний, которые находятся на территории города, имеющие данную модификацию дома, где может возникнуть этот вопрос. В рамках совещания обсудили также вопросы незаконных построек на улицах городского округа и их ликвидации. В основном это гаражи и торговые помещения. До 1 ноября в Химках будут снесены 164 самостроя. Судьба еще 19 решается.